Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио, и сегодня мы поговорим об основных моментах, которые нужно реализовать тем игрокам, которые вернулись после месячного бана. В тот момент, когда стартануло обновление 9.2, многие учётные записи улетели в блокировку на целый месяц. Там была основная причина в том, что аккаунты передавались ради прохождения башни магов. Ну, печальная довольно-таки ситуация, но теперь эти люди с нами, и теперь они вновь могут поиграть в эту игру. Давайте начнём. Разложу быстренько всё по полочкам, что нужно реально сделать тем игрокам, которые вернулись в игру вот после такого не в планового перерыва, не запланированного. Собственно, первый пункт, само собой, нужно оплатить учётную запись. И вот на этом пункте уже, пожалуй, у многих будет проблема. Мы знаем текущую позицию в мире, мы знаем, что на текущий момент, кроме жетона WoW, оплат по факту не существует. Да, можно там поютать какую-нибудь тайм-карту, но найдём ли мы их, вопрос довольно-таки хороший. Поэтому, так если здраво рассудить, если у вас нет голды, то игру можно просто-напросто закрывать до той поры, пока способы оплаты не починятся. Но, если же вы всё-таки оплатили учётную запись, или у вас оплаченная подписка, там, я не знаю, до июня, июля, то окей, мы продолжаем. И что же сделать дальше? Дальше рекомендую вам просто-напросто забуриться в Зерит Мортис. Зерит Мортис — это новая локация в Тёмных Землях, которая открывается по квестлайнам. И этот Зерит Мортис нужно просто фулейше выфармливать на текущий момент. Вы не играли целый месяц. Вам нужно сейчас абсолютно всю локацию пылесосить, и нужно извлекать из неё абсолютно все-все-все полезности. Давайте пройдёмся по этим полезностям. Компания. Прохождение семи глав компании Зерит Мортиса даст нам полёты при прохождении шестой главы, но для этого ещё нужно сделать достижение под названием «Раскрытые тайны». Видосик с этой ачивой есть на ютубе, полностью там я рассказал, как её сделать от и до. А далее седьмая глава даёт нам вторую легендарочку. Вторая легендарка очень сильна, и не стоит её игнорировать. Да, конечно, поначалу вам дадут пояс, ну потому что у вас просто-напросто нету репутации в виде почтения, и вы не сможете сами перекрафтить себе тот слот, который хотите, вторую эту легендарку. Но со временем вы качнёте репутацию и перекрафтите единство туда, куда вам хочется. Это в целом будет замечательно, и это даст ещё небольшой прирост в дэмэджу. То есть, компания — это прям стопроцентно нужно-нужно делать. Как я уже сказал, при почтении у игроков появляется возможность рекрафта легендарки. По той причине то, что вам становится доступно такое легендарное воспоминание, как «Единство». А где оно? Вот оно. Оно покупается при почтении. И, само собой, почтение вам просто так никто не даст за захождение там квестов компании. Чтобы качнуть почтение, нужно убивать рарников, нужно делать локалочки. Дейлики, которые отмечены на карте, они не приносят репутацию. Дейлики дают нам легендарную валюту «Космический ветер», и дейлики дают нам шифры предвечных. Шифры предвечных тоже нужно качать, они помогут взялить Мортисе, вы сможете юзать больше сокровищ, и это просто-напросто даст вам дополнительную валюту легендарную «Космический ветер». Потому что поначалу, ну, у вас реально будут с этим небольшие проблемы. Вам нужно апнуть легендарочку до 291-го, и потом еще, и еще, и потом еще нужно будет купить воспоминания. В общем, валюта, в принципе, вам реально нужна будет. Это вот кто давно играет, у тех много «Космического ветра», а вам, ну, просто-напросто, опять же, «Рарники, сокровища, Рарники, сокровища» и «Космический ветер» будет в хорошем количестве. Также, если по окончанию второго сезона у вас был хороший итем-левел, можно забуриться в «Испытания тюремщика», пройти 3-4 уровня, и в целом вам насыпят валюты. Этого, надеюсь, хватит. Идем дальше. Про шифры уже сказал, то, что шифры нужно качать, там особая консолька, прокачиваем таланты, и нам становится проще в Зеритмортисе. Далее, гир. Ну и в скобочках, сет. Собственно, в обновлении 9.2, в третьем сезоне, появился небольшой апгрейд. Небольшое нововведение, которое уже, конечно, было раньше, в Легионе, там, например, и в прошлых дополнениях, но вот в Шадоу Лэнсе в обновлении 9.2 решили вновь вернуть классовые сетики. Сеты дают очень много ДПСа. Это не стоит отрицать, так оно реально есть. Сбор 4-х кусков дает хорошую прибавку в дэмидже, и нужно любыми способами собирать этот сетик. Сет может выпасть с Великого Хранилища. То есть, абсолютно все слоты закрываем, хоть как-то, хоть в какой-то сложности, хоть в каком-то ПВП-шном рейтинге, и таким образом мы наполняем Хранилище, и есть шанс на получение сета. Вот только 9 клеток заполняю 3 недели, я ни одного сетика не выведел. Ну, не везет, просто-напросто не везет. Также рейт. Не забываем про него. Оттуда падает сет. То есть, лутаемся, лутаемся максимально, как только можем. Далее, миф-плюсы. Ходим в миф-плюсы, пытаемся ходить в миф-плюсы, одеваемся. К тому же, это еще и проводники 265-го этом левела, если мы проходим 15-е ключики. А проводники, это тоже полезно. В целом, я рассказал абсолютно обо всех пунктах, которые нужно реализовать игрокам, вернувшимся в игру. Но, если у вас есть какие-то свои советы, можете написать их в комментариях. Всех вам благ, счастья, здоровья. Не забывайте о ссылочках в описании. Берегите ноги, мойте руки. До скорого. Продолжение следует...